22 августа 1965 года в канадском городе Виннипеге в семье Джанет и Рона Реймеров родилась двойня. Тем летним утром исполнилось самое дорогое желание Джанет Реймер. Она рассказывала, «Когда я еще была маленькой девочкой, я уже тогда мечтала иметь близнецов. Я думала, что если это случится, я буду самой счастливой». Джанет назвала своих сыновей Брюс и Брайан. Два мальчика были здоровыми младенцами. Вскоре Джанет выписали, и семья в полном составе оказалась дома. Двух детей ждала уютная небольшая детская в голубых тонах. Как и думала Джанет, еще будучи маленькой девочкой, она была счастлива. Спустя шесть месяцев события драматически изменились. У шестимесячных близнецов был диагностирован фимоз. Это сужение крайней плоти. Малыши Брюс и Брайан стали испытывать трудности с мочеиспусканием. Врачи предложили сделать обрезание. 27 апреля Джанет отвезла близнецов в местный госпиталь Виннипеги. Обрезание было недолгой и несложной процедурой. Джанет собиралась забрать мальчиков уже на следующий день. Но утром она получила звонок из госпиталя. В телефонную трубку она услышала от администратора клиники, что во время операции случилась беда. Джанет и Рон приехали в госпиталь. И врач, проводивший операцию, сказал, что в результате ошибки пенис маленького Брюса был полностью удален. Удивительно, врач выбрал чрезвычайно небезопасный способ обрезания. Обычно врачи, выполняющие обрезание, используют скальпель или другой острый инструмент для удаления крайней плоти. Однако врач близнецов прибегнул к нетрадиционной технике прижигания, чтобы вызвать гибель тканей. Врач использовал иглу для электрокаутеризации вместо скальпеля, чтобы вырезать крайнюю плоть, в результате чего сгорел весь пенис младенца. Брайан не подвергался обрезанию, и его фимос прошел естественным путем. Рон и Джанет забрали покалеченного Брюса и его брата домой. Они отгородились от остального мира. Каждый раз, когда Джанет меняла пеленку, она плакала. Около года она плакала каждый день. Ущерб был невосполнимым. Однажды, обычным будничным вечером, Рон и Джанет смотрели шоу по ТВ. Доктор Джон Мани, в то время широко известный сексолог и психолог, участвовал в дискуссии об операциях транссексуалов. Джон Мани был исследователем в удивительно новой для 60-х области операции по смене пола. Джанет, обеспокоенная тем, что травма сына может вызвать у него душевные страдания во взрослом возрасте, подумала, что, может, для Брюса лучшим решением будет сменить пол. Мальчик никогда не узнает, что когда-то был мальчиком. Она немедленно написала доктору Мани. Он быстро ответил и пригласил их навестить его в Балтиморе, штат Мэриленд. Джон Мани работал в больнице Джона Хопкинса. Доктор Мани был очень харизматичен, вел себя интеллигентно и говорил уверенно. В своей академической работе доктор Мани приводил доводы в пользу того, что гендер является социальной конструкцией, податливой с раннего возраста. То, что он называл нашей гендерной идентичностью, то, что заставляет нас думать, чувствовать и вести себя как мальчик или девочка, не полностью сформировано ко времени рождения. В течение двух лет после рождения наш мозг, по сути, податлив, и нас можно научить быть как мальчиком, так и девочкой в результате того, как мы воспитываемся. Игрушками, которые нам дают, руководством, которое мы получаем от взрослых, и одеждой, которую мы носим. Он считал, что дети нейтральны при рождении. Это стало известно как теория гендерного нейтралитета. По его теории, воспитание определяет пол ребенка, а не его физические характеристики. Доктор Мани был убежден, идентификация собственного пола – это вопрос обучения или поведения, а не природы. Первые два года он называл гендерным окном, то есть самым лучшим временем для операции по смене пола, если это необходимо. После двух лет такая податливость заканчивается, и пол ребенка закрепляется навсегда. Но до этого момента доктор Мани работал только с редкой группой людей, рожденных с неоднозначными гениталиями. Исторически называемые гермафродитами, эти люди рождались с гениталиями полностью не мужскими, не женскими. В медицине они известны как интерсекс. Интерсекс возникает при дисбалансе гормонов в матке. Все эмбрионы вначале женские, с внутренними женскими органами. Но после шести недель, если ребенок – мальчик, гены в Y хромосоме заставляют зародыш развивать яички, которые производят мужской гормон тестостерон. Тестостерон способствует росту мужских органов. Если хрупкий баланс гормонов в матке был нарушен, гениталии ребенка не развиваются полностью и могут быть неоднозначными. Интерсекс охватывает широкий диапазон сложных вариантов. Например, если еще не родившаяся девочка получает слишком много тестостерона в матке, то ее гениталии становятся мужскими, но она генетически женщина. Она может забеременеть и иметь ребенка в будущем и так далее. Доктор Мани и его группа выдвинули теорию о всем человеческом развитии, основываясь только на изучении интерсекс-детей. Теорию о том, что мы все рождаемся с бесформенным чувством быть мужчиной или женщиной. Только на основе изучения интерсекс-детей он пришел к выводу, что детей можно воспитывать как мальчиков или девочек, независимо от их генетического или физического пола. То есть, еще раз, воспитание может изменить природу. Окружение может навязать половую самоидентификацию новорожденным. Результатом работы доктора Мани стала революция в понимании интерсекса. Для тех, кто имеет дело со сложными проблемами интерсекса, работа Мани предлагала огромную надежду. Если ребенок будет нести тяжелое психологическое бремя из-за недоразвитых, например, мужских половых органов, то, как считал доктор Мани и его группа, необходимо прибегнуть к операции по смене пола до двух лет и, благодаря воспитанию, вырастить счастливую женщину. И наоборот. Ребенок и его семья в течение всей жизни продолжают получать медицинскую и психологическую помощь. В период половой зрелости ребенок будет получать гормоны. В дальнейшем ребенок не будет страдать проблемами из-за ненормального внешнего вида гениталий, особенно в подростковом возрасте. Фактически ребенок никогда и не должен узнать, что был другого пола. Конечно, работы доктора Мани подвергались огромной критике. Не все были согласны с его теориями, особенно если их использовать на обычных детях. С 1950-х годов группа ученых, включая доктора Милтона Даймонда, ставила под сомнению работу Джона Мани. Доктор Даймонд считал, что пол у детей уже определен в мозгу еще до рождения. Он был убежден, что сила наших генов и гормонов настолько велика, что никакое воспитание не сможет их преодолеть. Ребенок имеет прирожденное чувство быть мальчиком или девочкой, имеет природный инстинкт мужского или женского поведения. Доктор Даймонд был уверен, что перед рождением половая идентификация полностью программируется, и это неизменяемо. Подвергаясь критике, доктор Мани хотел подтвердить и, соответственно, применить свою спорную теорию на обычном ребенке, не являющимся интерсексуалом. Теперь у него появилась неожиданная возможность сделать это. Два однояйцевых близнеца, два биологических мальчика, один из которых может стать девочкой. Как однояйцевые близнецы, родившиеся в одной семье, братья Реймеры были теми, кого Мани считал идеальными субъектами для психологического исследования пола. Брюс станет первым задокументированным случаем смены пола ребенка, родившегося без патологий развития. Брайан был контрольным субъектом, который разделял генетический набор Брюса, внутриматочное пространство, а теперь дом и семью. Предложение доктора Мани было единственным выходом для Реймеров тогда, а они были единственной возможностью для него доказать свои убеждения. Здесь важно понять, что все же Джон Мани был пионером в этой области, как и все прочие. В начале 60-х годов хирургическое изменение пола делалось только интерсекс детям. Но идея доктора Мани шла дальше специфических проблем интерсекса. Он полагал, что разработал универсальную теорию о половой принадлежности, что абсолютно все рождаются с несформированным чувством мужского или женского пола. Итак, Брюс был обычным мальчиком, а не ребенком-интерсексом, и все же было принято решение превратить этого мальчика в девочку. Впервые теория доктора Мани могла помочь обычному мальчику. Если теория доктора Мани сработает с Брюсом, тогда исчезнут все сомнения других врачей и ученых. После убедительной консультации с доктором Мани родители менее чем через неделю привезли сына в престижный университет Джона Хопкинса в Балтиморе, где доктор Мани сделал знаменитую на весь мир работу. 3 июля Брюс Реймер был хирургически кастрирован. Ему было 22 месяца. Доктор Мани и другие врачи из больницы Джона Хопкинса удалили яички Брюса и поврежденный пенис и построили на их месте рудиментарную вульву, и вагинальный канал. Врачи также проделали небольшое отверстие в нижней части живота Брюса для мочи и спускания. После операции по смене пола Брюсу дали имя Бренда. Доктор Мани предоставил семье полную информацию о том, как теперь следует растить Бренду. В первую очередь ее необходимо было поощрять за поведение девочки. В те времена эти границы были довольно конкретными. Согласно теории доктора Мани, она вырастет, считая себя женщиной, и продолжит нормальную счастливую жизнь женщины. Она никогда не узнает о том, что с ней случилось. Доктор Милтон Даймонд, противник теории доктора Мани, считал, что все его тезисы слишком упрощены. Он был уверен, что люди значительно сложнее, чем просто продукт их воспитания. Несомненно, на нас влияет общество, воспитание и обучение, но наши основные склонности, наш основной каркас предпочтений имеет биологическую природу. Он и другие ученые критиковали теорию нейтралитета в 1960 году, но их никто не слушал. В Винни-Пеге Бренда росла вдали от публичности. До 3-4 лет Бренда, казалось, легко воспринимала свою навязанную гендерную женскую идентичность. Случай Бренда считался историей врачебного успеха. Джанет Реймера регулярно писала доктору Мани о прогрессе Брэнды и раз в год вся семья навещала его в Балтиморе. Когда Бренде было 5 лет, доктор Мани начал публиковать в своих книгах исследования ее случая, называя ее Джоан и Джоном. Это стало сенсацией. Этот случай, широко цитируемый во многих учебниках, стал знаменательным исследованием, признанным доказательством, подавляющей силы воспитания, несмотря на растущее количество свидетельств того, что гормоны как в утробе матери, так и на протяжении всей жизни ребенка играют огромную роль в восприятии человеком своего состояния. Тем временем в Канаде дела у семьи Реймеров шли не так хорошо, как считал или хотел считать доктор Мани. Бренда любила бегать, драться, лазать по деревьям и ненавидела играть в куклы. У нее не было друзей, она чувствовала себя все более одинокой. Она хотела идти гулять с братом и другими мальчиками, но они не брали девочку с собой. Конечно, это еще не опровергало теорию нейтралитета доктора Мани, ведь немало девочек играют в машинки, дерутся, дружат с мальчиками и так далее. Но доктор Мани был напуган. Он сказал, что Бренда и ее брат-близнец должны посещать его чаще. Бренда ненавидела ходить к доктору Мани. И на это были причины. Доктор Мани настаивал на том, что для полного понимания того, что Бренда девочка, ей необходимо уловить разницу между мужчиной и женщиной. Он часто говорил с ней о ее гениталиях. Он сфотографировал ее и ее брата обнаженными, показывал на их примере их различия. Он показывал ей фотографии рожавших женщин. Доктор Мани побуждал Бренду согласиться на еще несколько операций, которые придадут ее телу более женский вид. Во время психиатрических посещений в рамках исследования Бренда и Брайан осматривали гениталии друг друга. Большая часть этого странного лечения включала принудительное воспроизведение сексуальных поз. Например, Бренда и Брайан репетировали миссионерскую позу. Доктор Мани фотографировал эти упражнения. Он наблюдал за этими упражнениями как в одиночку, так и шестью коллегами. По словам доктора Мани, это было лишь еще одним элементом его теории, включающей репетицию сексуального поведения. Если Бренда и ее брат противились приказам, в отличие от спокойного и научного поведения, которое доктор Мани представил их родителям, он впадал в гнев и часто прибегал к словесным оскорблениям. Близнецы прошли так называемый курс лечения доктора Мани в дошкольном и младшем школьном возрасте. Доктор Мани характеризовал изменения Бренда успешными и заявил, что девичье поведение Бренда резко контрастирует с мальчишеством ее брата. В 1975 году, когда близнецам исполнилось 9 лет, доктор Мани написал еще одну книгу о случае близнецов как доказательство своей теории. Мани опубликовал свое исследование в книге под названием «Сексуальные сигнатуры», в которой описал принудительный переход Брюса к Бренде как успех. Девочка уже предпочитает платье брюком. Ей нравятся ленты для волос, браслеты и блузки с оборками. Она любит быть маленькой принцессой своего папы. На протяжении всего детства ее упрямство и обильная физическая энергия сделали ее девочкой-сорванцом, но, тем не менее, девочкой. В семье Реймеров, в отличие от складных повествований в книге, были большие проблемы, и с каждым годом становилось все хуже. У Бренда не было ничего общего с описаниями в книге. Когда в первый раз, уже в сознательном возрасте, на Бренду надели платье, она сердито его сорвала. Ее куклы, подаренные на день рождения или Рождество, сидели в углу, собирая пыль. Бренда играла с игрушками брата. И опять же, такое бывает нередко, но Бренда ненавидела себя девочкой. Джанет Реймер, мать близнецов, говорила. Я видела, что Бренда не была счастлива, как девочка. Несмотря на то, что мы ее воспитывали, вкладывая особую нежность, чтобы развить женственность, Бренда стала очень мятежной, и я не могла убедить ее сделать что-нибудь женское. У Бренда не было друзей. Одноклассники каждый день ранили ее своими издевками. В школе ее прозвали пещерной женщиной. И действительно, одноклассники дразнили Бренду за ее мужскую походку и то, что она стояла, чтобы пописать в туалете. Бренда говорила родителям и даже учителям о том, что чувствует себя мальчиком. Взрослые убеждали ее, что это всего лишь такая фаза взросления. Когда Бренде исполнилось 12 лет, доктор Мани настоятельно рекомендовал ей принимать гормональные таблетки, чтобы у нее увеличилась грудь. Ей давали добавки с эстрогеном, чтобы помочь феминизировать ее тело. В это время местный психиатр, наблюдая Бренду, написал Джону Мани о своем беспокойстве в связи с ее развитием. Бренда ясно показывала, что была глубоко несчастна. Джон Мани не стал это обнародовать в своих трудах. В 13 лет перед очередным приемом у доктора Мани у Бренда началась истерика. Она упала на пол и плакала. Она кричала, что если родители ее еще хоть раз отвезут к доктору Мани, она покончит жизнь самоубийством. Когда Бренде было 13 лет, родители решили прекратить обследование у доктора Мани. Секрет Бренда разрушал семью. Рон Реймер впал в алкоголизм, а Джанет, охваченная чувством вины, пыталась покончить жизнь самоубийством. Брат-близнец Брайан уже в раннем подростковом возрасте начал злоупотреблять психоактивными веществами и заниматься мелким воровством. Он ненавидел сестру, стеснялся ее. Часто его называли ребенком чокнутой семейки. Все это время научное сообщество продолжало верить, что дело доктора Мани успешно, а Бренда, будучи подростком, переживала невыносимый период. Она стала затворником. В 1980 году психиатр, у которого Бренда наблюдалась, убедил Реймеров, что пора сказать детям правду. Рон Реймер решил взять это на себя. Он готовился больше недели к тому, что именно он будет говорить. Он очень сильно волновался. Рон Реймер отвез обоих детей в кафе мороженое, где рассказал им всю правдивую историю. В тот момент Бренда почувствовала невероятное облегчение. Она не была сумасшедшей. С этого момента Бренда решила жить мальчиком и взяла себе имя Дэвид. Дэвид ждал совершеннолетия, чтобы начать хирургическим путем возвращать мужской облик. В 18 лет Дэвид получил компенсацию за ошибку в обрезании и использовал ее для оплаты операций. Он перенес несколько операций, чтобы восстановить свой пол, в том числе двойную мастектомию, чтобы удалить грудь, выросшую за годы терапией эстрогенами. Постоянные операции, неидеальные результаты, разочарование за разочарованием сказались на его психическом здоровье. Регулярные инъекции тестостерона мускулинизировали его фигуру и все же Дэвид был подавлен тем, что считал невозможным когда-либо стать нормальным мужчиной. К двадцати годам Дэвид дважды пытался покончить жизнь самоубийством. К 21 году Дэвид прошел курс терапии тестостероном и перенес операцию по восстановлению полового члена. 22 сентября 1990 года он женился на Джейн Фонтейн, матери-одиночки троих детей. Он стал отчимом трех детей и увлекся кемпингом, рыбной ловлей, собиранием антиквариата и коллекционированием старых монет. Во взрослом возрасте Дэвид сообщил, что он получил психологическую травму из экспериментов доктора Мани. Его мрачное настроение сохранялось всю его жизнь. Его мучили стыдные воспоминания о пугающих визитах к доктору. В 1997 году Дэвид начал публично рассказывать о своем опыте. Первое интервью Дэвида появилось в декабрьском выпуске журнала Rolling Stone за 1997 год. В интервью и в более поздней книге о своем опыте Дэвид описал свои взаимодействия с Мани как мучительные и оскорбительные. Только в то время Дэвид узнал, что он был увековечен как Джон Джейн в медицинских и академических статьях о смене пола. Дэвид был шокирован, когда узнал, что ученые думают, что случай с ним был успешным. В результате всех этих экспериментов Дэвид испытал гендерную дисфорию, то есть ощущение, что биологический пол человека отличается от его гендерной идентичности. Когда Дэвиду было почти 30 лет, он познакомился с доктором Милтоном Даймондом, психологом из Гавайского университета и давним соперником доктора Мани. Биолог по образованию Даймонд всегда интересовался судьбой знаменитого близнеца, особенно после того, как доктор Мани загадочным образом прекратил публиковать продолжение своего исследования в конце 1970-х. Через доктора Даймонда Дэвид узнал, что предполагаемый успех его смены пола был использован для узаконивания широкого использования смены пола младенцев в случае гермафродитизма и травм половых органов. Возмущенный Дэвид согласился принять участие в продолжении работы доктора Даймонда, чья разрушающая мифы статья в соавторстве с доктором Китом Сигмунсоном была опубликована в марте 1997 года и размещена на первых полосах газет. Дэвид надеялся, что рассказ о его опыте может помешать врачам принимать аналогичные решения в отношении других младенцев. Доктор Даймонд вместе с Дэвидом раскритиковал исследование Мани, рассказал правду и, соответственно, опроверг теорию доктора Мани о том, что гендерной идентичности можно полностью научить. Эта революционная статья заложила основу против проведения хирургических операций по смене пола и у интерсекс младенцев, что когда-то считалось исправлением их гендерной некомформной биологии. Повзрослев, человек стал сам решать, к какому полу он себя относит. Ведь люди, пережив подобные операции, также в раннем возрасте часто испытывают гендерную дисфорию. Некоторые родители и врачи стали задаваться вопросом об операции по изменению пола для интерсекса даже раньше, чем Дэвид вышел на публику. В 1998 году Джон Мани опубликовал 10 причин, почему случай Брэнды мог провалиться. Он предположил, что хирургическое изменение в 22 месяца было произведено поздно, что наличие двух похожих братьев обостряло чувство Брэнды о ненормальности и что травма, полученная родителями, от случая в целом, повлияло на развитие Брэнды. Отношения Дэвида с братом были ужасными. Брэн считал, что Дэвид как Брэнды забирал на себя все внимание, когда они росли. Это было началом психического расстройства, которое переросло в шизофрению. После двух неудачных браков Брэн Реймер, страдавший от депрессии и шизофрении, умер от передозировки антидепрессантом в июле 2002 года. Дэвиду так и не удалось завершить образование и ему пришлось искать работу со средней квалификацией. Он работал уборщиком на бойне, тяжелейшая физическая работа. Когда завод закрылся, Дэвид так и не нашел другой постоянной работы. Он продал права на экранизацию своего рассказа, но потерял деньги, когда аферист скрылся с его инвестициями. Тогда Дэвида обманули на 65 тысяч долларов. По словам Дэвида, его взрослая жизнь была напряжена из-за семейных проблем, трудностей с работой и, конечно, мучений, которые он перенес в детстве, которые преследовали его всю оставшуюся жизнь. Джейн попросила его ненадолго расстаться, но Дэвид воспринял это очень плохо. Он вернулся в дом своих родителей на несколько дней. А 4 мая 2004 года он поехал на парковку супермаркета и выстрелил себе в голову. Ему было 38 лет. Эксперты говорят, что у большинства самоубийств есть несколько мотивов, которые сливаются в настоящую бурю страданий. Так было и с Дэвидом. После того, как его брат-близнец Брайан умер от передозировки антидепрессантами весной 2002 года, Дэвид впал в депрессию. У Дэвида также были семейные трудности. С ним было нелегко жить, учитывая его взрывной характер, его циклические депрессии, его страх быть брошенным. Все это Джейн выдерживала почти 14 лет. Незадолго до смерти он говорил с женой о своей сексуальной неполноценности, о своей неспособности быть настоящим мужем. Джейн пыталась его успокоить, но это было невозможно. Доктор Мани до последнего утверждал, что его теория была рабочей. Именно в этом его обвиняли впоследствии. Он мог признать, что совершил ошибку, когда дело явно не работало. Все можно было исправить. Но он продолжал уверять, что его дело было успешным еще долгое время после того, как он перестал видеть Брэнду, и она уже стала Дэвидом. Это, прежде всего, поучительная история о том, что может случиться, когда ученый влюбляется в красивую теорию и игнорирует уродливые факты. Дэвид Реймер говорил, «В 21 веке мы можем сказать, что теория половой неопределенности неверна. Здесь играют роль важные биологические факторы. Я никогда не был счастлив, как Брэнда. Никогда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова